следующая часть это практические занятия этот макет вы все знаете трифлярной намоткой вот на ней проведем несколько экспериментов чтобы показать какие-то нюансы и секреты подобных индикаторов ну как обычно когда мы его включаем то он будет работать традиционно как и все естественно если мы будем пытаться какие-то неонки или вот такие вот индикаторы что-нибудь здесь находить мы ничего не найдем и как я вам уже рассказывал в одном из выпусков не трясите бак автомобиля там два ролика где вам рассказал что на самом деле здесь нет никакого резонанса а именно взрывной эффект и этот взрывной эффект создает энергооблако но из-за ограниченности этого объема трифляра она фактически все гасится внутри и чтобы его выпустить наружу и полноценно использовать надо конечно использовать выходы для чего я всегда подключаю вот такие излучатели ну все знаете тоже и посохи и жезлы и гибриды и спирали и любые другие излучатели я уже вам все давно показал и рассказал так вот когда мы включаем эту систему с выпущенной энергии наружу мы можем наблюдать очень интересные эффекты которые в обычном виде вы никогда не увидите вот этот индикатор нам показывают достаточно ярко когда вообще во внутрь вставляем ну дальше смотрим что на самих излучателях это уже не может показывать ничего то же самое и обычные только здесь а вот эти как я вам объяснил уже что намотаны они довольно таки тонким проводом 0 1 и 6 светодиодов 3 в одно плечо и 3 в другое плечо то есть в одну сторону и другую сторону здесь кольцо соединения и вот здесь вот намотка катушки здесь начало здесь конец соединен вот такая система когда так мы смотрим понятно я это длину чтобы она не мешала и не влияло никак вот я вам показывал это вот обычная часть и что мы не делаем мы не видим никаких странностей и артефактов но все интересное начинается тогда когда мы подходим сюда вот это вы знаете тоже понятно это уже все широко давно известно и еще что я хотел бы вам показать почему я всегда применяю симметричную систему вот какая есть такие статические катушки как их называют это хотя это все равно не статические катушки какое-то недоразумение тем не менее конечно она работает но вот чтобы работал это все полноценно вот смотрите вот у нас два излучательно пока мы вот смотрим вот так все нормально но если мы уберем как видите он гореть перестает то есть мощность излучаемого пространства у нас значительно уменьшается и становится одностороннее как только мы что-то подключаем внешне второе на саму пространство увеличивается но это я вот сейчас так положил но это не имеет значение вот лишнее уберем чтоб не мешало если выключаем вот только вот так но это ладно с этим уже понятно нет никаких катушек есть только две обкладки и которую эту статику если она присутствует вот это вот энергонапряженность окружающую перехватывают но отказалось бы вот это вот катушка контур замкнутые при помощи диодов и на статику он никак не должен влиять потому что есть короткое замыкание но тем не менее когда мы делаем вот так и как видите вот я нахожусь достаточно далеко от индикатор но тем не менее он себя показывает и как видите тут именно малый индикатор соответственно он не так реагирует как если большой и дальше вот я беру посередине то же самое здесь если положим так она будет так идти опять вот приближаем отдаляем если мы отключим происходит вот такое вот одно плечо и хоть оно далеко находится это плечо тем не менее но действует на это то есть явно увеличивается заполнение пространства и вот что у нас еще какая особенность появляется вот сейчас это вот одна сторона это другая сторона когда разворачиваем то есть если в таком варианте вот она одна сторона здесь у нас соединение одно здесь соединение второе вот это вот одна сторона вторая сторона в одну сторону другую сторону и происходит следующее все это показывает как и варианты как и направление как и действие самой окружающей энергии ни один индикатор вам толком это не покажет вот примеру вот я могу на одну вкладку но когда сейчас вот вот так вот но когда вот так пока нету но то есть действие на внешние объекты энергии значительно увеличивается а из асимметрии она еще и улучшается качество самой энергии что-то будет происходить и тут но чувствительность у него получается из-за того что контур малый хотя сам контур то есть катушка то есть действие катушки здесь не работает вот именно сама особенность вот этого всего то что мы видим действие не самое действие катушки вот как в обычном традиционном варианте что вот мы катушку на излучение где-то там наводим и у нас все горит здесь же мы видим что она работает совершенно по-другому закону и по другой физике вот это сейчас одна сторона плеча и в зависимости от того где я касаюсь что-то тухнет что-то загорается вот это соединение и работает совсем по-другому такое невозможно если это будет в традиционном состоянии только когда работает окружающая энергия и вот от этой плотности энергии зависит эффект видит а тут не работает всякие блохи как вот здесь вот например берем вот эти вот барьер стандартный или вот когда мы вот так делаем то есть у нас есть нулевая точка здесь нету нулевой точки здесь энергия не имеет полярности как таковой просто она здесь перемешана но в чистом виде если энергии убрать а она не имеет ни плюсы ни минусы в этом состоянии просто она излучается так что и нету направленности и главное здесь в этом всем именно объем объем пространства вот мой объем который я подаю и объем вот этих излучателей и 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 Продолжение следует... 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 то здесь мы видим вот такие и последнее что я хотел давно уже показать все знают что-то за устройство по физике вот этих два лепестка вот обычный пластик виде линейки и обычный индикатор тут правда плохо видно с камеры но у меня нет другой возможности как там иначе показать но вы знаете как это работает все видели то есть лепестки лепестки сходятся лепестки расходятся сейчас вот видите наверно вот видно они расходятся сходятся но это неважно что они там сходятся или расходятся вы все знаете как это должно работать но я пока покажу вам на примере индикатора и так до бесконечности как видите любое движение создает энергию причем видите как они моргают интересную а вот она вот все все что у меня есть руках все что вам показывают вот таких опытах вам показывают все неправильно видите как она работает что-то там заряжается там разряжают что-то там показывает вам вот туда пошло сюда пошло сюда пошло плюс-минус ничего этого нету все работает совершенно иначе и вам желаемые выдают за действительное все теперь да всем пока скоро будет следующий выпуск а че то я немножко пошутил с этим школьным наглядным пособием но тем не менее иногда может и пригодится для каких-то интересных экспериментов реально эта колба не нужна достаточно вот этих двух предметов чтобы мы увидели окружающей энергии как она добывается всего-навсего индикатор и пластиковая линейка и достаточно этого чтобы увидеть как выбивается энергия из окружающей среды мы прикладываем одну какую-то энергию а получаем свет все остальное это лишнее то что вам показывают фокусы какие-то со сложными приборами якобы это все лишнее вот она энергия даже одеваясь раздеваясь и взяв индикатор в руки вы сможете увидеть как энергия преобразовывается из трения свет но теперь до свидания а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok